Король эстрады у нас есть императрица, есть царица тоже, а как насчет первой леди? Именно такое название получил новый альбом Люси Чеботиной, который звезда с большим ажиотажем презентовала в столице. Альбом про девочек и для девочек, но как признается артистка и представителям сильного пола, будет что из него вынести. Девочки настолько ранимы, настолько принимают все близко к сердцу и проживают даже к вашим мальчикам пустяковую фразу, они пропускают, а потом накапливаются комплексы. Поэтому, мальчики, пожалуйста, цените нас, девчонок. Филипп Киркоров так и поступает. Король пришел к первой леди с подарками из Китая. Веер! Теперь настоящая китайская принцесса. Ты сама говорила, что веер – это знаки. Идите отсюда. Нет, мы так не можем им сказать, вели. Или наоборот, идите к нам. А вот остальные коллеги по сцене были поскромнее. Например, Голибри и Мавик, давно работающие с Люсей Чеботиной, вспомнили другой период из жизни. Прошли безденежные, когда Люся мне занимала тысячу рублей, я ей занимал тысячу рублей. Серьезно? Это было, это было, это был там 16-17 год. Отдала? Чего? Тысячу рублей. Конечно. Так же, как и я, поэтому... Я не буду раскрывать всех ее секретов, захочет рассказать сама, но она вкладывает заработные средства не просто в одежды, в новый материал, там, да. Она серьезно готовится... К чему? К чему? К жизни. К жизни. Ну а на презентации альбома Люся Чеботина устроила благотворительный аукцион картин по песням с нового альбома в помощь нуждающимся детям. Филипп Киркоров, например, отметился на нем покупкой картины за 700 тысяч. В общем, Люся Чеботина на своем вечере совместила приятное с полезным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова